Добрый вечер, Тавале! Рада в очередной раз делиться своими переживаниями с вами. Спасибо, что следите за моим дневником. Сегодняшний день начался с рукопашного боя с Юрием Харченко. Нас было немного, и тренер мог уделить внимание каждому из нас, чтобы понять, что мешает нам вступить в рукопашный бой без страха, что мешает нам управлять своим телом, своими движениями, координировать себя и дать себе свободу движения. Его подход меня очень радует. Он приводит нам примеры из книг, которые он прочел по боевым искусствам, по поведению самураев. Также показывает все и на своем примере, и уделяет внимание каждому участнику. Поэтому я довольна такими мастер-классами. Второй мастер-класс проводила Федосеева Мария. Вчера она порадовала меня чудесным массажем, который привел меня в тонус, зарядил энергией. И сегодня мне хотелось попробовать, что еще может делать этот тренер. Ведь ее энергетика, ее искренность помогли мне довериться ей, что случилось и на этом мастер-классе. Мы читали мантру в течение часа. Это был для меня первый такой опыт. И ушла оттуда с такими очень сильными эмоциями, сильными впечатлениями. Потому что такая практика проводится с целью аккумулирования энергии внутри себя. И необходимо в этот день соблюдать определенные правила. Думать о том, что мы говорим и что мы принимаем в себя. Потому что сегодняшний день был особенным. По словам Марии. Третий мастер-класс проводил Владимир Цигель. Мне этот тренер запомнился еще с весеннего Тавале. И я работала с ним впоследствии, когда он приезжал в Харьков вне фестиваля. И сегодняшние расстановки также не оставили меня равнодушной. На этот раз он ознакомил людей со своими трансформационными расстановками. И показал не только, как диагностировать какую-то проблему и показать положение вещей в деле каждого человека. Но и провел длительную расстановку, которая помогла человеку разобраться в ситуации. Касательно моих эмоций, конечно, в чем-то пересекались ситуации. Мои с ситуациями участников. Но больше всего тронула история девушки, у которой были сложности во взаимопонимании со своей семьей, что есть и у меня. И сначала у меня были мысли о том, что, может, пора и мне расставиться. Но следующие действия, события привели к тому, что пока что я не стану этого делать. Потому как всего лишь несколько фраз Владимира Цигеля успокоили меня и дали мне понять, что все сложится обязательно хорошо. Потому что я уже на пути к пониманию того, что мне нужно. В частности, он сказал, что когда человек обретает то, о чем он давно мечтал, то он часто может не понимать, что с этим делать. В подобной ситуации нахожусь и я. И мне стоит прислушаться к этим словам и продолжать действовать уже так, как уже я получила то, о чем я мечтала. Ну, я говорю запутанными словами, ну, в общем. Поэтому я и на того лез, чтобы разобраться в себе, в своих чувствах. Здесь даже самая мелочь может чему-то научить. Как следующее событие, в котором я просто глянула на блюдо и сразу же его купила, не посмотрев, что есть еще в меню. Так и в жизни мы можем не присмотреться к человеку, к событию, к выбору профессии, выбору своего пути и схватить то, что вроде бы привлекательное, вроде мы давно об этом думали, а на самом деле оно может быть и не наше. И мне хочется день побыть в том, что я приняла что-то не свое, я доела это блюдо до конца. И теперь вот следующий день будет как год в моей жизни, в который я в упор не замечала того, что происходит вокруг меня. И завтра я плю то блюдо, которое я хотела. Но это так, лишь планы. Поскольку эти ситуации только постепенно вытаскивали из меня что-то тяжелое, с чем надо было до конца разобраться, я пошла и на следующий мастер-класс, который проводила Виктория Герштенствейк. Она говорила нам о борьбе со своими страхами. Во время мастер-класса нам необходимо было нарисовать свой страх, так как мы его понимаем. Затем пройти медитацию, в которой мы вошли бы в то состояние, в котором смогли бы выделить свой страх из своего тела и либо избавиться от него, либо принять его. Свой страх я нарисовала в таких красных и черных красках. Он был достаточно пугающим для меня, потому что это мое больное место. То, что я не могу принять в себе женские черты. Но это я поняла потом, что я боюсь своей женственности. Когда же я стала отделять страх от себя, но не смогла этого сделать. Ведь женственность, она всегда останется со мной. Просто теперь я буду использовать это знание по-другому. Если раньше оно меня мучило во всех частях моего тела, то сейчас оно будет как камень в горле. Но я думаю, что я возьму его в руку и просто буду знать о том, что он есть. После вот этой медитации, во время которой мы отделяли страх от себя, осознавали, что с ним делать дальше, нужно было нарисовать рисунок заново. И мой рисунок с красно-черными оттенками, которые меня пугали, превратился в большое озеро. Я поняла, что свою женственность, свой внутренний мир я могу понимать по-другому. И что какие-то мои страхи — это часть меня, которая может стать продуктивной наравне с остальными. И на моем рисунке появилось большое сине-фиолетовое озеро с белыми жемчужинками. Как олицетворение того, что я чувствую, что внутри меня и что мне хочется развивать. А над этим всем был розово-голубой закат и цветы. Как то, что мне хотелось бы творить, видеть в будущем возле себя и внутри себя. И я думаю, что это и есть такое логическое завершение сегодняшнего дня, с чем я и уйду сегодня. Конечно, еще будет куча инсайдов, куча переваривания этого всего, потому что невозможно не думать о том, что ты получаешь здесь. Каждый мастер-класс, каждая встреча с человеком может привнести какую-то особенную краску, особенную жемчужинку, особенный такой всплеск эмоций. И это все нужно проживать, принимать. Ведь мы меняемся и живем, это неразрывные процессы. И что будет дальше? Дальше, наверное, будет еще лучше, еще интереснее. Ведь человек всегда стремится к лучшему, стремится к своему развитию и к тому, чтобы дарить свою любовь людям, окружающим, этому миру. Делать его лучше. Спасибо.